Работала сверх нормы, оставаясь с отчетами до полуночи. Бухгалтер Тамара Рузанова вспоминает, как не жалея себя, трудилась по 12-14 часов в сутки. А в выходные отправлялась на дачу, где нужно было вскопать землю, прополоть грядки, полить рассаду. Сейчас Тамару Павловну окружают дети, внуки. Не так давно в большой и дружной семье родился правнук. Забот много, рассказывает женщина. Поэтому, когда в апреле перенесла ОРВИ, сильно не придала значения ни самой болезни, ни ее последствия. Вот болит здесь, думаю, да что ж такое. Я даже на лестницу иду до лифта, и у меня сразу спазмы, боль. Все говорят, да это у тебя бронхи, наверное, с месяца. Я пила всю ножку, валидол, всякие эти сердечные препараты. А оказывается, это был приступ уже прединфарктного состояния. 30 июня Тамару Павловну привезли в Самарский областной клинический кардиологический диспансер на скорой. К тому времени ее состояние уже было осложнено отеком легких и нарушением ритма предсердий. Женщина попала в реанимацию с инфарктом. После купирования острых симптомов Тамаре Рузановой было проведено обследование коронарных артерий при помощи контрастного вещества. Далее последовала операция. У пациента пунктируются артериальные сосуды, вводится контрастное вещество и на грани смотрится, где есть какие, ну, можно увидеть дефекты заполнения, то есть бляшки. Наши рентген-герологи что делают? Проводят, да, проводники, ну, в смысле, естественно, исследования проводят. Если они видят, что локальные участки можно простентировать, проводят вот эти стенты, вставляют туда, то есть кровоток восстанавливается. Особенность таких операций в том, что они проводятся под местной анестезией. Уже через два часа человек может возвращаться к обычной жизни. Сейчас Тамара Павловна чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Врачи отмечают, возрастной диапазон тех, кто подвержен сердечным заболеваниям, с каждым годом расширяется. Стресс, высокие физические нагрузки, курение и жаркая погода могут спровоцировать приступ. Медики призывают быть внимательными к своему здоровью и не игнорировать сердечную боль и недомогание. Это может быть симптомом инфаркта миокарда. Галина Топилина, Николай Сидоров, События.